Площадку, которая строится в городе Славянске-на-Кубани для стоянки грузового транспорта, ожидающего отправки на Керченскую переправу, посетил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. Он ознакомился с работой распределительного пункта и провел расширенное совещание. Подробности в первом материале выпуска. В Славянске-на-Кубани находится большое количество транзитного большегрузного транспорта, следующего в Республику Крым через Керченскую переправу. В очереди ожидают отправки до тысячи машин из разных регионов России. 20 апреля новую перехватывающую парковку в Славянске-на-Кубани посетил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. Вместе со специалистами администрации Краснодарского края, во главе с первым вице-губернатором Кубани Джамбулатом Хатуовым, на месте оценил ситуацию. «Понимаем, что, конечно, не дело, что две недели здесь стоят в преддверии. Не дело. Поэтому сейчас и консолидируем все усилия всех региональных властей, и правительства Крыма, и правительства Краснодарского края, и, естественно, правительства Российской Федерации, Минтранса, для того, чтобы решить весь этот узел клубов противоречий». Новая парковка рассчитана на 406 автомобилей. Там предусмотрен весь необходимый бытовой сервис для водителей, ожидающих отправки в Крым. Организован регулярный подвоз воды, обеспечен санитарный порядок и горячее питание. Об этом доложил глава Славянского района Роман Синеговский. «Горячее питание – первое, второе, пирожки. То есть, всё, они там». Темой расширенного совещания стала подготовка Керченской переправы к туристическому сезону. Участники совещания обсудили увеличение пропускной способности, организацию электронной очереди для легковых и грузовых машин, бронирование и продажу билетов через интернет, безопасность перевозок пассажиров по единому билету, ход строительства перехватывающих парковок, в том числе и в Славянске-на-Кубани. «Министр дал высокую оценку всех исполнителей, которые по протоколу к сегодняшнему дню должны были выполнить вопросы, связанные с бесперебойной качественной работой Крымской переправы». Джамбулат Хатуов также подчеркнул, что вклад края в обеспечение функционирования переправы был объёмным. И Кубань продолжит работать в режиме оказания помощи крымским коллегам, а также транспортной и морской дирекциям. «Безусловно, остаются ряд нерешённых вопросов. Это, прежде всего, синхронизация взаимодействия в морской части, дорожной. Но и здесь даны достаточно чёткие поручения, остальные жёсткие сроки. И мы рассчитываем, что главным экзаменом будут предстоящие первомайские перевозки всех отдыхающих, которые будут направляться в Республику Крым». Как видно, данный вопрос постоянно находится на контроле краевых властей, что даёт уверенность в том, что возникшая проблема к летнему периоду будет решена.